давайте тема нам расскажет свой взгляд на примерно ту же наверно историю как для тебя происходило знакомство с екб с уральским каким-то музыкальным объединением с народом который этим занимался с чего у тебя это начинало я вообще с города верхняя пышма и вообще сейчас пышма это можно сказать что один из районов екатеринбурга потому что от пышмы до центра можно быстрее добраться чем допустим схемаши с какого-нибудь касаемо моего музыкального пути ну я закончил музыкалка вообще с пяти лет занимаюсь музыкой пошел музыкалку тоже в пышме ты слушал хип-хоп рэп на самом деле нет я не слушал познакомился с хип-хопом я наверное с ак-47 как бы мы с парнями там в школе слушали на старых телефонах а такой очень зарубежный цепи схил там они уже нет я вот что-то не припомню а к 47 круто да 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 просто они вот тоже соседи да к 47 все березовский пышма в принципе рядом находится да 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 вскоре вспомнились в свете мы тоже недавно виделись мы играли сет и и был витя как раз клубе и он говорит мэн можешь включить мне какой-нибудь инструментал если зачитаю своему корешу и он сделал это как поднять бабла вот эту тему это произошло легендарно тема смотри еще есть такая информация что у тебя музыкальное образование до классической музыки да 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 и по среднее образование за как ты решил вообще объединить эти да вроде бы на первый взгляд не похожие вещи как диджей и скрипка потому что такого я еще не вижу реально интересно же ну изначально все начиналось со скрипки то есть я хожу музыкалку там выполняю какие-то мне очень не хотелось учиться в ней где-то ну класса ну класс четвертый где-то пятый я улетел уйти заниматься футболом чем угодно только не музыка мама говорит давай давай надо закончить все я закончил и потом ближе уже к классу шестом и седьмом у меня проснулось какое-то такое чувство что надо что-то делать надо музыка это клево и нужно продолжать вот и примерно в это же в этот же промежуток времени я услышал о таком чуваке как скриллекс вот за фанателого музыкой просто вообще окунулся с головой вот и пасти потихоньку помаленьку я начал в электронную музыку больше углубляться вот и начал сам писать то есть я начал писать это года три-четыре назад как это вообще все произошло у меня был друган но есть сейчас всех клевых и он начал писать во фруте лупсик там какие-то темки наработки но он не музыкант то есть и он как-то мне включает свои демки а я музыкант я как бы все понимаю и я слышу как клево звучит и как чувак у него нет музыкального образования но он классно делать и чем я хуже я тоже займусь и тоже начну это делать вот и потихоньку помаленьку ну и как я знаешь какой вопрос хотят стать на эту тему а вот вот и вот обучался у тебя все равно были какие-то рамки да вот музыкального образования как так или так сделать вот когда ты начал писать музыку тебя эти рамки они тебе мешали или ты был как бы свободен от них знаешь ты там я и сэмпл такой нужно обязательно гармонию сыграть вот именно вот так или ты свободно сделал то что ты чувствуешь сердце на самом деле но и это и другое потому что музыкальное образование но все равно те слух так меняет и как бы знаешь что нужно сыграть вот но безусловно нужно сердце свое всегда слушать как она разобрался вот в программе я не я короче засел во фруте лупс по что-то почерекал почерекал и мне показалось не очень серьезно программа перешел в облик и в облике да и в облике я скоро перейду на скрипку тема на сегодняшнем выступление которое мы посмотрим ты заюзаешь свою суперспособность конечно конечно мы это увидим обязательно она датом будет окей друзья прямо сейчас для вас выступить тема малков желаем уже удачно выступить и показать класс спасибо имен я его артур ты можешь больше я открываю дверь пустую я Я палечу как птицы разбавив свои крики и освободно Я палечу как птицы разбавив свои крики и освободно Продолжение следует... 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 Продолжение следует...